Всем привет! Вы на канале Украина 365. У нас остается еще один матч против сборной Бельгии. Примечательно то, как на победу сборной Украины отреагировали российские ресурсы. Вот как описывает победу сборной Украины матч ТВ. Российский. Словакии упустили досрочный выход в плей-офф, а ведь могли закрыть вопрос сегодня. В итоге вообще остались без очков, не судьба. Самое интересное, как на это отреагировали в комментариях россияне. Во-первых, они сразу упрекнули, что матч ТВ за два поста про игру с Украиной не сказал ни одного слова про Украину. Некоторые говорят, что Россия выступила бы лучше, Словакии не заслужили поражения, а другие пишут, что по игре Словакии были лучше и интереснее. Но большинство комментаторов к моменту записи этого видео как раз-таки внезапно поддержали сборную Украины. Молодцы украинцы, отмылись от позора с румынами. Не без валидола, но проявили характер и выгрызли победу. Теперь желательно нужна ничья с Бельгией, чтобы уверенно выйти из группы. Болел за Украину, красавцы. Украинцы красавцы, туда их. Молодцы, волевая победа сборной Украины, поздравляю. В первом тайме играли фигово, зато во втором тайме они показали, какие они на самом деле, про Украину. Браво Украина, Украина их перебегала. Ура, Украина выиграла. Молодцы украинцы, теперь цепляться за ничью с Бельгией и выходить в плей-офф, пишут россияне в комментариях. А тем временем польские футбольные фанаты перед посольством РФ в Берлине высказали, что думают про Россию. Русская турболь! Спикер Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов прокомментировал угрозу наступления армии России на поселок Бараваев в Харьковской области. По его словам, захватчики действительно строили подобные планы, но ВСУ, ГУР и другие подразделения сил обороны Украины смогли нарушить замысел противника. Кроме того, украинские военные смогли не только отразить атаки россиян на Баровую, но и добиться того, что враг понес на этом направлении большие потери. Если говорить о Баравой и этом направлении, то намерения противника там украинские защитники сломали. Потери в живой силе и в технике ВСРФ значительны, сообщил Юсов. По словам представителя ГУР, россияне на этом направлении сейчас пытаются потянуть свои резервы и угроза остается, но в то же время речь на данный момент не идет о формировании новых мощностей для повторения ситуации. Почеркиваю, потенциально угроза остается и, конечно, украинские силы изучают ситуацию и готовятся к разным сценариям, заявил он. ВСУ уничтожают цели в Белгородской области РФ немецкими самоходными артиллерийскими установками «Панзагаубица-2000». Об этом сообщил с линии фронта в Харьковской области репортер издания Биллтефберн Штрицель. Он, как говорится, провел несколько дней на оппозициях артиллеристов в ССУ. Репортер отметил, что дальнобойность САУ «Панзагаубица-2000» составляет до 30 километров, а в экипаже 5 человек. Журналист отметил, что украинские разведдроны фиксируют, что удары этим оружием крайне эффективны. Они точно уничтожают российскую артиллерию и наступающие подразделения оккупантов в Белгородской области. Артиллерист ВСУ рассказал репортеру, что российская артиллерия мало беспокоит. Намного опаснее дроны Камикадзе, например, Ланцет. Как известно, украинские военные получили САУ «Панзагаубица-2000» в июне 2020 года. Эти установки были отправлены Украине, Германии и Нидерландами в рамках военной помощи, предоставленной в связи с полномасштабным вторжением РФ. В военно-морских силах ВСУ рассказали о побеге Севастополя 20 июня двух малых российских ракетных кораблей на воздушных подушках. Об этом заявил в эфире «Апостроф ТВ» спикер ВМС УВСУ Дмитрий Плетенчук. Таким образом, россияне продолжают выводить свои корабли из Севастополя из-под украинского удара. По словам Плетенчука, в Новороссийске освободились места, поскольку россияне забрали оттуда определенное количество кораблей в Азовское море. И теперь, по словам спикера ВМС УВСУ, на эти свободные места в Новороссийске россияне отправляют свои корабли из Севастополя. Два малых ракетных корабля на воздушной подушке совершили переход в Новороссийск. Ну то есть, можем констатировать, что из Новороссийска вышла эта крупная группировка, которая сейчас находится в Азове. У них там немного освободился причальный фронт. И они сразу воспользовались. Еще две единицы вытащили из Севастополя. Рассказал Плетенчук. В свою очередь, в горе Моукраины анонсировали новые удары по российскому флоту. Об этом рассказал спикер ведомства Андрей Юсов в эфире телемарафона. «Понятно, что враг думает о том, как лучше защитить остатки флота или скрыть его. Но следующие операции уже планируются и действительно будут не за горами», – сказал Юсов. Юсов также рассказал, что зафиксированы взрывы на территории Краснодарского края России на объектах, используемых в военных целях. Например, для поставки оккупационным войскам в Украину или для финансирования российской войны. «Конечно, для так называемой Российской Федерации, которая официально себя оппозиционирует как страна-бензоколонка, такие события являются чрезвычайно чувствительным фактором. И последствия путинский режим и их экономика на себе уже ощущают», – заявил Юсов. В Украине разрабатывают новую модификацию колесного бронетранспортера «Атаман». Работу ведет украинский производитель бронетехники НПО «Практика», – пишет Милитарный. «Мы этот проект достаточно активно разрабатывали в 2018-2019 годах, однако по разным причинам он был приостановлен. Однако мы его восстановили и просто сейчас полным ходом разрабатываем «Атаман», можно сказать, в обновленной версии», – пояснил представитель объединения. Отмечается, что модификация должна учесть опыт и ошибки, которые были допущены при разработке старой версии БТР. Также во внимание примут новые требования, поставленные представителями государственных структур. Как пишет издание, машина получит новые силы от корпуса. Это связано с внутренней перекомпоновкой внутренних узлов. При этом моторно-трансмиссионное отделение, которое в старой версии «Атамана» размещено справа от водителя, полностью займет всю переднюю часть внутреннего объема. Место механика водителя разработчики планируют вынести за это отделение. Такое решение должно значительно повысить эргономику и безопасность экипажа. Машину в старом варианте сделали без детально прописанного технического задания. Проблема была в том, что это были, скорее, определенные контуры того, какой она должна быть, без детальных требований к отдельным системам. К примеру, по бронированию было указано, что машина должна нести навесную керамическую защиту, однако не были определены конкретные требования к защите. Рассказал он. Известно, что новая модификация БТР «Атаман» также получит многослойное V-образное дно, которое должно обеспечить лучшую противоминную защиту для экипажа и пехотинцев в десантном отделении. Сейчас НПУ «Практика» прорабатывает сразу две версии машины с колесной формулой 6х6 и 8х8. Отмечается, что старый «Атаман» в версии 6х6 в полной комплектации с боевым модулем и навесной керамической броней весил 26 тонн. Ожидаемый вес новой модификации БТР в версии 8х8 будет достигать около 30-32 тонн. ОДКБ собирается развивать сотрудничество с талибами, которые контролируют власть в Афганистане. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров после совещания с коллегами из стран-членов организации, пишет пропагандистская ТАСС. «В целом выступаем за налаживание более устойчивого, постоянного, предметного, нацеленного на реализацию конкретных проектов диалога с правительством талибов, которые фактически контролируют страну», – отметил Лавров. По его словам, это было пребылдающее мнение во время дискуссии министров. «Лавров отметил, что с территории Афганистана продолжает исходить террористическая угроза. Правительство талиба ведет с террористическими группировками борьбу, и мы считаем принципиально важным оказывать этой борьбе содействие», – заявил Лавров. Примечательно, что группировка талибан до сих пор признана террористической организацией в России, Кыргызстане и Таджикистане, странах-членах ОДКБ. У НАТО будет военная миссия в Украине. Об этом в пятницу 21 июня заявил скандальный премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Политик подчеркнул, что Венгрия, конечно же, не примет участие в миссии. «Минимальной цели мы достигли. Я договорился с генсеком НАТО, Венгрия сойдет с поезда. У НАТО будет военная миссия в Украине, но в Венгрии не примет в ней участие», – рассказал Орбан. Премьер добавил, что машиниста убедить не удалось, а поезд остановить под силу только бывшему президенту США Дональду Трампу. На предстоящем саммите НАТО, который пройдет в июле в Вашингтоне, участники договорятся увеличить финансовую и военную поддержку Украины, чтобы снизить нагрузку на США. Об этом заявлял ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг. Также он сообщал, что оружейные поставки в Украине станут обязательными для стран-членов НАТО. В администрации президента Южной Кореи предлагают поставить Украине артиллерийский снаряд до калибра 155 мм, системы ПВО и другое оружие в ответ на военно-сближание России с Кандер. Об этом пишут местные СМИ. Ранее МИД Республики Кореи вызвал посла РФ и выразил ему протест в связи с заключением договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и Кандер. США усилили присутствие стратегических сил в азиатском регионе после визита Владимира Путина в Кандер, по итогам которого Москва и Пхеньян восстановили военный альянс, созданный в начале 60-х годов прошлого века. Группа ядерных бомбардировщиков B-1B была направлена на базу Гуам в западной части Тихого океана, сообщило в четверг Индо-Тихоокеанское командование американских вооруженных сил. Сверхзвуковые самолеты способны нести бомбы весом до 34 тонн прибыли, чтобы продемонстрировать готовность к реагированию в поддержку союзников, партнеров и друзей, подчеркнули там. Бомбардировщики будут выполнять плановые миссии бомбардировочных оперативных групп, говорится в сообщении командования. Вместе с этим сообщается, что практически одновременно на Гуам впервые за два года прибыли атомный авианосец ВМС США Рональд Рейган, а также ракетный эсминец Роберт Смоллс. О переброске стратегических бомбардировщиков на Гуам стало известно на следующий день после того, как Путин завершил первый за 24 года государственный визит в Кандер. В Пхеньяне, где российского диктатора встретили парадом, колоннами людей вдоль дороги и портретами на домах, Путин подписал соглашение о стратегическом и всеобъемлющем партнерстве с Кандер. Документ предусматривает в том числе оказание взаимной помощи в случае агрессии против одного из участников этого договора, говорил Путин, завершая поездку. Он также добавил, что Москва не исключает для себя, в том числе, военно-технического сотрудничества с Кандер, которое запрещено санкциями ООН. В новый договор был включен пункт, дословно повторяющий текст соглашения, которое было заключено в 61 году прошлого века тогдашним председателем Совета Министров СССР Никитой Хрущевым и председателем Кабинета Министров Кандер Ким Ир Сеном. В нем говорится, что если одна из сторон подвергнется вооруженному нападению и окажется в состоянии войны, то другая незамедлительно окажет военную и иную помощь всеми имеющимися в ее распоряжении средствами. Договор говорит о намерении Путина создать коалицию с участием Кандер Ирана из Сирии, а это ясно показывает, где на мировой арене оказалась Россия, заявил четверг директор по вопросам Европы Совета национальной безопасности Белого дома. Власти США тем временем считают, что Китай раздели беспокойства Вашингтона относительно договора о стратегическом партнерстве между РФ и Кандер, поскольку это соглашение прямо противоречит заявлениям относительно приверженности Пекина дипломатическому урегулированию в Украине, который недавно делал китайский лидер Си Диньпин. Соответствующее заявление сделал спикер Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. В Вашингтоне добавили, что обеспокоенность относительно договора между Москвой и Пхеньяном должна возникнуть у любого государства, которое заботится о безопасности в Миндотихоокеанском регионе и придерживается решений, принятых СОБЕЗом ООН. На этом все, спасибо, что посмотрели это видео до конца, не забудьте поставить лайк этому ролику, нажать на колокольчик и поделиться этим видео с друзьями, чтобы его увидело как можно больше людей. Слава Украине, слава ВСУ, слава всем, кто помогает нашей стране. Вместе мы сила!